Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые друзья, мы продолжаем сегодня наши беседы по Евангелию от Луки, и сегодня мы будем изучать 11 главу этого Евангелия. Этот текст начинается словами «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Блаженный Феофилакт пишет «Ученик Христов ревнует к ученикам Иоанновым и потому желает научиться, как молиться. Спаситель не отверг желания учеников, но научает». Итак, мы видим, что ученики Христа проявляют некую ревность по поводу того, что Иоанн Креститель преподал своим ученикам молитву, и они хотят, чтобы Христос тоже преподал бы им молитву. Это частое такое явление, когда разные духовные чада как бы соревнуются с другими подобными общинами и переживают за своих духовных наставников. Собственно говоря, в понимании апостола Павла это обнаруживает то, что они еще плотские. Во дне апостола Павла тоже существовали разные группировки, партии, когда одни говорили, мы Аполлосовы, другие говорили, мы Павловы. А Павел, не приемляя такое соревнование, он говорил о себе, а я Христов. И Павел спрашивает, а кто Павел, кто Аполлос? Они служители только в меру того служения, которое им дано. А я Христов, говорит он. И далее мы читаем второй стих 11 главы Евангелия от Луки. Христос как бы идет навстречу их желанию получить молитву именно от Него. Это была такая практика, что каждый учитель мог предложить свое молитвенное правило. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Блаженный Феофилак пишет, Отче наш, говорит, сущий на небесах, примечай силу молитвы, а на тот час возводит тебя горнему, и поскольку ты именуешь Бога Отцом, убеждает тебя всячески не терять подобие Отцу, но стараться уподобляться Ему. Действительно, если мы называем Бога Отцом, то мы хоть как-то должны уподобляться нашему Отцу. И к этому нас призывает Христос, когда в Нагорной проповеди Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Конечно, для человека это недостижимый идеал, совершенства Бога, но уже тот факт, что Бог создал человека по образу и подобию своему, он свидетельствует о том, что человек является особым Божьим творением. Макарий Великий писал, об ангелах не сказано, что они созданы по образу Божию, только о людях сказано подобное. И когда Христос говорит кесарево, кесарево, богу, богово, так вот мы, люди, созданные по образу Божию, должны вернуться к Богу. Ведь что такое образ, подобие? Это целем, по-еврейски целем, отпечаток, печать. Когда печать ставится царской на какую-то бумагу, всё, что там будет написано, считается очень авторитетным. И когда мы в молитве обращаемся к Богу, мы должны прежде всего ориентироваться в любой молитве на главную христианскую молитву Отче нашу. Если хотите, она является молитвенной конституцией для всех православных христиан, потому что в ней выражены основные прошения молитвенные, на которые мы должны всегда обращать внимание. Читаем ли мы Псалтырь или утренние и вечерние молитвы, молитва Отче наш – это наша молитвенная конституция. И она начинается словами «Отче наш, сущий на небесах», то есть мы провозглашаем, что Бог бесконечно превознесён над этим миром. Но возникает вопрос, если мы исповедуем в этой молитве Бога сущим на небесах, а разве на земле нету Бога? Конечно, Он есть и на небе, и на земле. Как в Библии сказано, я наполняю небо и землю. И более того, Христос говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. И когда в этой молитве мы говорим, что Он сущий на небесах, мы подчёркиваем, что хотя Бог везде сущ и присутствует везде, Он на небесах в том смысле, что Он бесконечно превознесён над всем своим творением. Вот какой смысл в этой формулировке сущий на небесах. Хотя Бог везде сущий, Он нигде не соединён с материей, хотя Он творец материи. Сколько бы горшечник не копался бы с глиной, делая горшки, он не становится частью горшка. Он может сообщить красивую форму горшку, если это талантливый горшечник. И по искусно сделанному горшку, какой-нибудь амфоре искусно сделанной, мы можем оценить того мастера, горшечника, который делал это изделие. И Бога невидимого мы познаём, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, через рассматривание творений видимых. «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». В каком смысле? Это прошение о том, чтобы имя Божие светилось бы в нашей жизни, чтобы оно не хулилось ради нас, чтобы люди, смотря на нас, не говорили, вот они христиане, а как они живут. Это будет оскорбление имени Божия. А мы должны светить имя Божие, так и сказано в Нагорной проповеди, «И так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Вот это означает светить имя Божие. А прошение «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» это прошение о том, чтобы рано или поздно тот абсолютный теократический порядок, который воцарился на небесах, после того, как мятежные ангелы были сброшены с небес в пространство неба и земли, это прошение, чтобы такой же порядок воцарился бы и на земле. Мы об этом и просим Господа, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, да придет Царствие Твое. Кстати, вот эти слова «И на земле, как на небе» святитель Филарет Дроздов истолковал вопросом «А как на небе?» и объясняет «На небе мятеж против Бога подавлен в духовном космосе, архистратик Михаил всех ангелов, которые не сохранили своего достоинства, сбросил с неба в пространство между небом и землей». И апостол Павел так и пишет, «Наши брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной». То есть сила зла, они находятся в пространстве между небом и землей, и последняя битва с ними как раз происходит на воздущих во время прохождения мытарств, когда они всячески будут препятствовать нашему восхождению в духовное небо. Третий стих «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Этот стих заслуживает внимания, потому что в нем присутствует некая двойственность. Когда мы говорим о хлебе насущном, надо определиться, что для нас по-настоящему насущное, духовное или физическое, материальное. Так священномученик Киприан Карфагенский пишет, «Это можно понимать как в духовном, так и в простом смысле, потому что и то, и другое понимание по божественному дарованию, равно благоприятствует спасению. Христос сам есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только наш. Как мы говорим, «Отче наш», потому что Бог есть Отец, познающих Его и верующих, как и Христа, называем нашим хлебом, потому что Он есть хлеб тех, которые прикасаются к Его телу. И мы ежедневно просим, то есть, читая эту молитву и это прошение, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и мы ежедневно просим, чтобы нам был дан этот хлеб, и мы, пребывая во Христе, и ежедневно принимая Его Евхаристию, то есть Святое Причастие, в пищу спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились бы от тела Христова, поскольку сам Господь проповедует и говорит, «Я хлеб живой, сердце с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Конец цитаты. Мы видим, что в понимании святителя Киприана Карфагенского насущный хлеб, то есть сущностный хлеб – это прежде всего Святое Причастие. Христос сам говорит о себе, «Я хлеб, сошедший с неба». И мы причащаемся этого небесного хлеба, который есть истинное тело Христа и истинная его святая кровь. И преподобный Исидор Пелусиот пишет, «Даже и то, что в ней представляется маловажным в молитве Отче наш и чувственным, по мнению мужей мудрых, сказано более о Божьем Слове, которое питает бесплотную душу и некоторым образом входит в ее сущность и соединяется с нею». Помните вот эти слова молитв после Причастия, чтобы эта благодать вошла бы до разделения составов и мозгов, судила бы помышления и намерения наши. Исидор пишет, «Потому и называется хлебом насущным, так как имя сущность приличествует более душе, нежели телу. Если же это сказано и о хлебе ежедневном, соразмерном потребности тела, то и он, то есть обычный хлеб, при таком употреблении делается духовным». То есть, когда с благодарением мы вкушаем хлеб, «Ибо не требовать ничего, кроме хлеба, будет признаком духовного, светлого и любомудрого разумения. И так будем просить того, чему научены, а не того, что легко исчезает. Ибо было бы бедственно и означало бы великое неразумие просить того, что если и имеем, повелевается нам бросать». Здесь преподобный Исидор сравнивает святое причастие, вот этот хлеб небесный, истинной телой крови Иисуса Христа с обычным хлебом. И он говорит, как бы, что мы должны расставить правильные приоритеты. На первом месте хлеб сущностный, то есть сам Христос, который евхаристически переживается и распознается нами, а на втором месте уже хлеб обычный. Блаженный Феофилакт, истолковый этот стих, говорит, здесь имеется в виду и то, и другое. И духовный хлеб, то есть святое причастие, тело и крови, и хлеб обычный. Таким образом, когда мы просим, чтобы хлеб насущный Господь подавал нам на каждый день, мы молимся и о духовном насыщении, и о физическом насыщении. А Исидор обращает внимание на то, что, прося для тела только хлеба, мы не ищем никаких деликатесов. Мы же не просим, Господи, икру красную подавай нам, черную на каждый день, там, изысканные вины. Мы об этом вообще не просим. Хотя слово хлеб – это, конечно, в Библии эфемизм, а откушать хлеба означало вообще участвовать в трапезе. Но в любом случае, когда мы просим святое причастие, чтобы оно было доступно для нас ежедневно, мы просим самого великого, чего только можно просить, а когда мы просим хлеба для тела, мы просим самого малого, что можно просить из пищи, хотя бы кусок хлеба. Таким образом, мы видим разницу между духовным и физическим. В святом причастии мы имеем все, сам Христос входит в нашу жизнь, а плоть может существовать, собственно говоря, и куском хлеба. И следующее прошение, «И прости нам грехи наши», это четвертый стих, смотрим, «Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». То есть мы просим у Господа прощения наших грехов с уточнением, «Ибо и мы, то есть как и мы, прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Конечно, Господь никого не вводит в искушение, но Господь попускает нам переживать искушение. В Библии даже есть место, где очень категорично сказано, Бог никого не искушает и не искушается сам, но каждый искушается, обольщаясь от собственной похоти. Значит, когда мы просим, не введи нас во искушение, мы просим Бога, не попусти нам таких искушений, которые мы не сможем преодолеть. Хотя и на такое прошение ответ нам известен. В Писании сказано, что Бог никогда не посылает людям испытания сверх их сил. А просьба избавить нас от лукавого – это просьба, чтобы мы уподоблялись Отцу нашему небесному, Богу, а не лукавому, потому что всякий, кто творит грех, он от лукавого, как сказано в Писании, а всякий, кто удаляется от греха и уподобляется Богу, он обнаруживает в себе как бы сыновство Богу, которое по благодати меняет и преображает его. Далее идет притча о недостойном просителе. Притча о недостойном просителе. И сказал им, читаем пятый стих, одиннадцатый главы Евангелия от Луки, и сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. Только что Христос рассказал о молитве и приводит пример, что иногда потребность возникает ночью, в полночь, и мы имеем право обращаться к Богу не только днем, но и ночью. И в пример приводится обычная человеческая ситуация, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. Надо сказать, что в то время гостеприимство было одним из важнейших элементов еврейской культуры, бытовой еврейской культуры. Хозяин дома должен был накормить странника, который оказал честь его дому, прося ночлега, хотя во многих домах дневная порция хлеба к ночи обыкновенно съедалась, потому что хлеб был настоящий, он черствел, его не оставляли, особенно в условиях жаркого климата святой земли. Это сейчас мы едим непонятно что. Написано хлеб, но он не черствеет. Пьем молоко, оно не прокисает. Наверное, это не молоко, оно не прокисает, и это, наверное, не хлеб, если он не черствеет. А тогда все было обычное, и к вечеру старались хлеб съедать, чтобы на следующий день купить свежий хлеб. Хлеб в то время это вот то, что можно сравнить с лавашем. Лаваш – восточная такая лепешка, она быстро замешивается, быстро печется, и ее стараются как можно быстрее съесть, потому что потом она становится черствой и не очень съедобной. Но иногда проблема возникает в неудобное время, и надо прийти и сказать, друг, дай мне взаймы три хлеба. Почему три? Какое значение имеет число три? Тройственность Писания очень часто указывает на божественное единство трех лиц Святой Троицы. Это как бы очередное указание на то, что подлинная пища – это хлеб небесный, истинное тело и кровь, а к страданиям Христа причастен и Бог Отец, и сам Бог Сын, страдающий, и Дух Святой. Отец посылает в этот мир Сына, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Сын становится для нас жертвой за наши грехи, как сказано, истинная пища, истинное питье – это тело и кровь Христа, а Дух Святой усвояет нам значимость этих святых даров, и Духом Святым происходит преосуществление святых даров, при этом совершите всех таинств сам Христос. Поэтому, когда мы просим взаймы три хлеба, это косвенное указание в этой притче на хлеб небесный, то есть истинное тело и истинная кровь. «Дай мне взаймы три хлеба», далее 6-7 стих, «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему, а тот изнутри», то есть к кому мы обращаемся ночью, скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели не могу встать и дать тебе». Ну, немножко непонятно, почему дети с ним на постели. Дети в те времена спали на полу вместе со всеми, так как в большинстве домов была только одна комната, поскольку двери запирались на тяжелые засобы, то шум при их открывании мог разбудить всех в доме. А почему на полу? Потому что в условиях жаркого климата там прохладно. На полу более прохладно, чем нежели если кто-то бы там сделал кровать и лег бы на ней спать. И Христос как бы делает вывод, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. То есть, если человек продолжает стучать и просить, вот ко мне пришел человек, мне его нечем кормить, встань, помоги, это призыв неотступно в молитве обращаться к Богу. И если мы молимся со всяческим постоянством, то Господь даст нам сколько просим. Окончание 8 стиха. Встав, даст ему сколько просит. Слово «встав» по отношению к Богу, что означает? Чаще в Писании, когда описывается видение Господа, он сидит на престоле. Но вот в случае с архидиаконом Стефаном мы видим, что он видел Христа, который стоял. Вот такое вставание божества означает активное участие божества в нашей судьбе. Ведь архидиакон Стефан это видел в тот самый момент, когда его иудеи побивали камнями. То есть, Господь готов встать и прийти к нам на помощь, как блудный сын, он возвращается к отцу, и отец не просто встал, но побежал ему навстречу, чтобы заключить его в объятия очи. Непрестанный стук в дверь все равно разбудил бы детей, так что встать и открыть дверь уже не составляло проблемы. Слово неотступность иногда переводится даже как нахальство. Вот допустим такой перевод или беспардонность, в чем нередко могли обвинять первых христиан, те же иудеи, что вы все время просите, просите, просите у Бога. Прочитал утреннюю молитву, вечернюю, у них еще была полуношняя молитва, и все, хватит. А верующие проявляли дерзновение. Они всякий раз, когда возникала проблема, молились. Мне рассказывал один монах с Афона, там его друг, игумен, ждал гостей из Москвы. А друзья из Москвы плыли на таком пароходике, и вдруг буря началась, а когда там такое волнение, пристать горе Афон сложно. И была опасность, что этот транспорт водный развернется и уплывет назад. И тогда этот игумен прибегает в храм и начинает кричать посреди храма, «Господи, ну пусти ко мне этих русских, я их жду уже полгода, они мне подарки везут, Господи, пусти, пусти!» И там другие греки тоже говорят, «Да, Господи, помоги ему, пусти их, он ждет этих русских, он так волнуется, он их так любит». И вот все начали перебивать друг друга, там кричать, шуметь. Это в порядке вещей, вот в такой монашеской молитвенной жизни, где люди воспринимают Бога как участника всего происходящего в их жизни. И удивительным образом буря прекратилась, и это водное средство передвижения, которое хотело возвращаться, причалило, и друзья прибыли в этот монастырь к этому игумену. И следующая тема «Просите, и дано будет вам». То есть продолжается как бы эта тема. «Просите, и дано будет вам». И мы читаем 9 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, то есть оказывается не просто неотступность проявлять молитвенную, которая филологически граничит даже вот дохальство какое-то, так можно перевести это слово с греческого, а можно кричать, а можно кричать, стучать, как стучат дверь. Откройте, откройте! «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И Игнатий Бричанинов пишет «Заповедует Господь, просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Здесь указано не однократное действие, но постоянное. Повеление распространяется на всю земную жизнь человека. «Всяк, Бо, просяй, таким образом приемлет, ищай, обретает, и толкущему неотступно отверзится. Отец и же с небес даст Духа Святаго просящим у него». По самому обетованию необходимо тщательнейшее непрерывное делание. «Не вести Бог, когда Господь дому приидет, вечер или полуночи, или в петло глашения, или утром, да не пришед внезапу, а брящет вы спящего». Игнатий Бричанинов предлагает еще одно интересное объяснение. Он говорит, «Просить надо со всяким постоянством, и это связано еще и с тем, что мы не знаем, когда Господь придет, ну, например, за нашей душой, чтобы забрать нас в свое царство, или конец света наступит. И если эти мгновения застанут нас в состояние молитвы, апостол Павел пишет, «Непрестанно молитесь!» «Непрестанно молитесь!» То есть христианин – это человек, который в некотором смысле живет в присутствии Бога. Это не значит, что он все время там произносит слова молитвы, но вот это ощущение, что я живу в присутствии Бога, это молитвенное состояние. В любой ситуации, даже если ты подскользнулся и упал, вот какой возглас вырвется из твоих уст, он покажет, есть ли у тебя молитвенное настроение или ты будешь ругаться. Кстати, в свое время делался такой анализ, когда разбивались летчики, с разных сторон во время войны обращали внимание на то, что если в стране религия не в запрете, то летчик в момент гибели кричит, «Иисус! Господи! Боже!» А если в этой стране атеизм, безбожие, летчики кричат очень плохие, дурные слова. Даже вспоминают Лукавого, мол, почему нам это досталось? И очень важно, чтобы молитвенный настрой он нас не покидал. Он нас не покидал. И мы читаем далее 10 стих, «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И далее, как бы, объяснение. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? То есть, какой бы ни был плохой отец, но если сын просит хлеба, неужели он даст камень? Он может вообще ничего не дать, но дать камень? Или когда сын просит рыбы, какой бы ни был плохой отец, неужели он змею подсунет? Такое даже трудно представить. Это невозможно, чтобы такое оно произошло. Таким образом, если мы обращаемся к Отцу Небесному, почему мы не должны это делать с уверенностью некой внутренней, и что он нас услышит. Потому что он заботливый отец, он любящий отец. Он обязательно поспешит к нам на помощь. Или, 12 стих, если попросит яйца, подаст ему скорпиона. И 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, который есть любовь, сказано, Бог есть любовь, даст Духа Святаго просящим у него. А почему здесь говорится о Духе Святом? Потому что Дух Святой – это сокровище благих и жизнеподателю. То есть в Духе Святом мы получаем приобщение ко всем таинствам церковным, потому что они все и совершаются Духом Святым действием Христа. И далее говорится о клевете на Христа. Это с 14 по 16 стих. «Однажды изгнал Он, то есть Христос, беса, который был нем, то есть бес немоты, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вильзевула, князя Бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба». То есть оскорбление Христа заключалось в том, что вот эти люди, которые видели чудеса, которые Он творил, они приписывали их Вильзевулу, то есть дьяволу. Вильзевул – это повелитель мух, можно так перевести. Он как бы олицетворяет дьявола, а мухи обычно они где? В большем количестве. Там, где какая-нибудь падаль, нечистота какая-то. И вот дьявол притягивает к себе нечистые души, чтобы они совершили оскорбление Христа. Но сам Христос говорил, что хула на Сына Человеческого простится, только вот хула на Духа Святаго не простится, потому что люди могли не понимать, кто Христос. И мы видим, что в одни Христа так и было. Ирод вообще считал, что это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых. Некоторые считали, что это просто человек, сын плотника. Некоторые считали, что это один из пророков древних воскрес. И как бы люди имели право на ошибку. Они имели право на ошибку. Поэтому Христос говорит, что хула на Сына Человеческого, то есть на Сына Божия. А она простится этим людям, потому что они не знают, кто такой Христос. А вот на Духа Святаго не простится. И здесь они как раз были на грани этой хулы, потому что они говорят, что он творит чудеса силы Вильзевула, дьявола. Он Духом Святым совершает чудеса, действием собственной постаси божественной, по воле Отца. Он всё делал по воле Отца Небесного. А они допускали вот такие мысли. Это, конечно, было неведение с одной стороны. А, кстати, неведение – это извинение. Вот если человек кого-то оскорбляет, не понимая, кто это, как Христос молился на кресте, прости им, они сами не знают, что они делают. И архидиакон Стефан так же молился. Прости им, они сами не знают, что они делают, когда архидиакона Стефана побивали камнями. И апостол Павел пишет, и у Петра мы это находим, начальники ваши по неведению это сделали, распяли Христа. По неведению. То есть это как бы некое такое извинение. Но если человек вообще поносит Бога, вот это да, это серьёзные преступления. А Христос, Он пришёл в этот мир не судить мир, а спасать мир. Поэтому даже кто-то неправильно относится ко Христу, но природа Христа – это милосердие, любовь. Человек не может оскорбить Христа даже своей греховностью, потому что Христос и пришёл в этот мир спасать неправедных, а грешников. И это очевидная истина. А другие, мы прочитали, искушая, требовали от Него знамения с неба. На самом деле, те люди, которые гоняются за чудесами, это люди, которые очень на опасном пути, когда требуют такие видимые знамения, и тем самым они показывают, что любовь Божия отсутствует в их сердцах. Ведь мы верим во Христа, и мы об этом часто вспоминаем, не потому, что Он нас убедил каскадом чудес, а потому, что мы возлюбили Христа. Вот почему мы верим в Него. Мы и Христа не видели в нашей жизни, а Христос говорит, блажение не видевшее, но верущее. Блажение не видевшее, но верущее. И далее Христос говорит о том, что конец царству сатаны приближается. И мы читаем, но Он, то есть Христос, зная помышления их, а мы уже с вами установили, что помышление человека знает только сам человек, который имеет эти помышления, и Дух Божий, который везде сущ и всезнающий. Дьявол не знает никаких наших помышлений. Но Он, Христос, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вильзевула изгоняю бесов? И если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силы изгоняют их, посему они будут вам судьями. А почему Он говорит об этих сыновьях? А они не могли изгонять бесов. И Христос как бы говорит, вы видите, я изгоняю бесов. Конечно, силой Божией такое можно сделать. А ваши сыновья, чьей силой, если вы считаете, вот они правильные, а я неправильный, а у них вообще не получается изгонять бесов. И они будут вам судьями. Если же я, продолжает Христос, перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. А накануне пришествия Христа в его явление народу, Иоанн Креститель так и говорил, Царствие Божие приблизилось. Потому что Царствие Божие, в таком глобальном понимании, это Христос, действующий среди своего народа. А Царствие Божие – это Церковь, община Христа. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения». Сильный с оружием, который охраняет дом души каждого из нас – это Господь. Он не даст лукавому проникнуть в наш внутренний мир. Но если дьявол облекается в некую силу и оберегает тех, которых он сделал бесноватыми, то это действие нелегитимно после того, как Христос умер на кресте. Потому что сила зла теперь существует нелегитимно. Они имели легитимность после грехопадения Адама и Евы, когда в лице наших прародителей род человеческий поверил змею древнему больше, чем Богу. Но после того, как человек Христос и Иисус совершил подвиг нашего искупления, прислушание Адама потеряло свою легитимность. Макарий Великий пишет «Древо безоружное», то есть, ну, древо само по себе, крест без железа, он же деревянный крест, и тело мертвое, древо, крест, и тело мертвое победили и умертвили дьявола и ангелов его. «Ибо собственным оружием сильнейший, то есть Христос, победив сильного воина, то есть дьявола, предал смерти его, заключил его в бездну, преисподнюю. И ныне Господь приходит ко всякой душе истинно взыскующей его и, приближаясь к ней, сокрушает и уничтожает силу тьмы, сковывающую истерегущую душу». Вот здесь некая такая двойственность, то есть сильный, который охраняет дом, это или Христос, который вселился в твое сердце и оберегает твой внутренний мир, или это дьявол, когда делает человека бесноватым, он хочет законсервировать человека в таком состоянии. Но в понимании святых отцов даже бесноватость не может помешать человеку выстроить правильное отношение с Богом. Так святитель Иоанн Златоуст имел друга, боярина Федора, который был бесноватый, мы как-то об этом вспоминали, и Златоуст ему писал, «Ну ты бесноватый, ну и что? Ты же любишь Христа. Тебя смущает то, что дьявол тебя на пол бросает в церкви, а если по улице идет человек, а другой его толкает, и он падает, кто виноват? Тот, кто упал, или тот, кто толкнул?» Конечно, виноват тот, кто толкнул. Поэтому вина на дьяволе. А ты как любил Христа, так и люби его. Действительно, Господь иногда попускает дьяволу одерживать какую-то временную победу над человеком. Мы знаем, что Матавилов, известный собеседник старца Серафима Саровского, несколько лет, и лет был бесноватым. Ему был попущен такой момент, очень сложный, может быть. И мы читаем далее. Когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенные у него. Конечно, сильнейший – это Бог. Помните, когда не было еще апостола Павла, а был такой иудейский хулиган Саввел, который потом станет Павлом, он шел, дыша угрозами и убийствами на учеников Христа из Иерусалима в Дамаск, и внезапно свет осиял его с неба, и он услышал голос Христа. «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна!» Трудно, невозможно противостоять силе Божьей, когда она проявляет себя в нашей жизни, когда Бог сам прикасается к твоему сердцу, ты обретаешь дар веры. И мятеж против Христа и Бога прекращается в твоем сердце, ты становишься настоящим верующим человеком, как гонитель Саввел, который влачил христиан за волосы, гнал, преследовал, он стал первоверховным апостолом. И 23 стих «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает». В каком случае мы со Христом, а в каком случае мы не со Христом? Если мы следуем Его учению, Его наставлению, тогда мы со Христом. А если мы только называемся христианами, а не следуем учению любви Христа, а в чем тогда наше христианство? Если соль потеряет силу, что значит соль потеряет силу? Перестанет быть соленой. Она уже ни к чему не годна, как выбросить ее вон, на попрание людям. А что такое соль, которая перестала быть соленой? Кто это такие христиане, которые не исполняют заповеди Христа? Но это как минимум уже не соль, если она не соленая. Ведь само название – соль, осоляет, соленая, христианин, христов, христовы. Получается, что это уже не соль, а это уже не христианин. Как сказано, ты имеешь имя, как бы жив, но ты на самом деле мертв. И далее идет притча о возвращении нечистого духа. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращуся в дом мой, откуда вышел. Имеется в виду, что Господь изгоняет Господь изгоняет духа нечистого из человека, но это место, которое освобождается от духа нечистого, оно остается незанятым. Оно остается незанятым. Или, чтобы проще понять, человек в состоянии греха приходит на исповедь, причащается, и грех сымается с его души. А, нет, извините. Человек в состоянии греха идет на исповедь, исповедуется, с него сымается грех, душа очищается, а он не идет на причастие. А он не идет на причастие. Значит, душа очищена, а для чего она очищена? Для кого она очищена? Любой грех, он имеет за собою беса-хранителя этого греха. Как есть ангелы-хранители, есть ангелы, которые отвечают за разные добродетели, есть бесы, которые отвечают за разные грехи. Если тебе грех отпущен, но ты не заполнил этот мир Христом, то грех вернется. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Варсонофий Оптинский писал, что, разумеется, здесь под безводными местами души людей слабых, порочных, не имеющих никаких добродетелей, дьяволу неинтересно соблазнить и навести на грех такого человека, для которого согрешить не только мыслью и словом, но и делом, есть дело обыкновенное. Такого человека он вводит в грех без всякой борьбы, как обыкновенно действует он в миру. Наконец, он опять решается возвратиться к тому человеку, из которого он и шел, и приходит. Вот варсонофии Оптинский здесь касается вопроса, что дьявол, вот тех, которые погибшие, неверующие, он их уже как бы и не трогает, а не и так его. Но если погибший пришел на исповедь, очистился от греха, дьявол с ненавистью и лютостью проявляет огромный интерес к нему и хочет вернуться в его жизнь. Почему грех молодеет? Почему молодеет наркомания? Молодеет алкоголизм в нашей стране? Молодеет проституция? Потому что дьявол не хочет соблазнять уже конченых грешников. Его тянет к тем, которые очистились или чисты по возрасту, не запятнали себя. И вот к ним его очень тянет. К ним. Как один мужчина пришел ко мне за советом и говорит, мне замужние женщины не нравятся. Они как бы не очень чистые. А вот девицы очень нравятся. А я его спрашиваю, а почему? Они же чистые, они ни с кем не живут. Я говорю, а вы что, хотите их сделать грязными? Да нет, хотя бы рядом посидеть, порадоваться этой чистоте. Я говорю, ну, бывали случаи, что вы проявляли интерес к девицам, окончалось все тем, что вы их соблазняли. Да, бывало. А почему вы не шли к женщине, которая не девица? Зачем приставать к чистым, к чистым тянет? Так вот и дьявол, если он увидел, что ты поисповедовался, даже ты причастился, он через какое-то время ищет, как бы опять вернуться в твою и мою жизнь. Он ищет какую-то лазейку, чтобы опять опрокинуть нас в то же прежнее греховное состояние. И мы читаем 25-26 стих. «И придя, то есть придя назад, находит его, этот дом, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злещих себя, и войдя, живу там, и бывает для человека того последнее хуже первого. А где этот дом выметили, убрали? В храме с помощью таинств? Твою душу очистили? А что же ты опять возвращаешься к дьяволу? Если Христос тебя простил, Он умер за тебя, Он не просто шваброй очистил твою душу, Он кровью своей омыл твои мои грехи. А почему же так охотно мы возвращаемся к тем же грехам? И далее идет тема, которая называется «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившие тебя, и сосцы тебя питавшие». А Он сказал «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». О чем это? На самом деле, это о Деве Марии. Люди говорят, вот, «Блаженно чрево, носившее тебя». Но и Антихрист тоже будет в чреве своей матери, и Он говорит, «Блаженно слышавшее Слово Божие и соблюдающие Его». Он как бы говорит, «Моя мать блажена тем, что она слышала Слово Божие, а к ней Слово Божие пришло через Архангела Гавриила. Ей было сказано, что она зачнёт от Духа Святаго. И она подчинилась этому Слову, блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Христос как бы говорит, «И ты будь таким же послушным, божественным глаголом, как моя мать». Ты также соблюдай Слова Божие, как моя мать. А когда Дева Мария пережила благовещение, она смирилась и сказала, «Сера Бога Господня, да будет по Слову Твоему». И далее говорится о том, что не надо быть неверующим, который ищет всё время какие-то знамения, чудеса, потому что есть только одно знамение чуда, которое стало известно всей Вселенной, это чудо Христово в воскресенье. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка». Почему Христос так говорит? Знамения, подлинные чудеса, совершаются только в жизни верующих людей. А если ты неверующий, если бы Христос и совершил бы чудо, это было бы насилием над твоей свободной волей. Далее Христос говорит, «Ибо как Иона был знамением для ненавитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего, – это царица Савская, «и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Не невидя они восстанут на суд с родом Сим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. И в другом Евангелии мы читаем, как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет три дня и три ночи в очреве земли. Потом воскресенье. Таким образом, воскресенье Христово является знамением для всей Вселенной, потому что чуди его воскресенья до сих пор со всей очевидностью свидетельствует пустой гроб в Иерусалиме. Он пуст, потому что Господь наш жив, Он воскрес. Почему христиане крестят в три погружения? Знаете почему? Потому что Христос три дня был в очреве земли и воскрес. Ведь когда человека погружают в воду, это образ смерти, умирания. Первое погружение во имя Отца, аминь. Второе – во имя Сына, аминь. Третье – во имя Духа Святаго, аминь. На третий день Он воскрес. А воскресенье Христово есть оправдание наше. Вот почему крестят в три погружения. Нас как бы крестят в чудо воскресения, новой жизни для нас. То есть мы умираем, погружаясь в воду, и оживаем. Переживаем собственное воскресение, выходя из воды. А после третьего погружения ты уже христианин. Как Христос воскрес, уже не умрёт, так и христианин. Он должен соответствовать тому имени, тому само наименованию, которое он имеет. Далее идёт притча о горящей свече. Никто, зажегши свечу, не ставит её в сокровенном месте, но не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Блаженный Феофилакт пишет, поскольку завистливые иудеи, смотря на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит следующее, люди, получившие светильник от Бога, а иудеи получили закон Божий, закон – это свет. То есть дар ума, которым мы смотрим, как бы светом нам данным, сокрыли рассудительность и, омрачив себя завистью, не видят чудес и благодеяний. Ведь закон свидетельствует о ком? О Христе. Пророки свидетельствуют о ком? О Христе. Писание свидетельствует о ком? О Христе. То есть Тора, закон, пророки, Набиим, Писание, Кетубим – всё это свидетельствует о Христе. И, казалось бы, книжки фарисеи, которые были златоками Священного Писания, как же они не увидели Христа в законе, в пророках, в Писании? Потому что зависть была в их сердце. И далее говорится «Светильник тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то и всё тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Действительно, мы видим свет очами. И, радуясь свету Божьему, мы должны наполнять свою душу божественным светом. Но если очи, которые тебе даны для созерцания красоты божественной, используются для того, чтобы смотреть не туда, куда надо смотреть, ибо всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своём, если источник света, а очи твои не приводят тебя туда, куда должны привести, ты смотришь не туда, куда надо смотреть, то какова же тьма? А что же у тебя в душе тогда происходит, если ты не туда смотришь, не то слушаешь, язык тебе дан для словословий, не для сплетен. Мы должны действительно Богу вернуть Богова, а всё, что мы имеем, оно Ему принадлежит. Светильник тела есть у ока, и так, если око твое будет чисто, то и всё тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной тёмной части, то будет светло. Всё так, как бы светильник освещал тебя сиянием. То есть, если ты не оскверняешь своё тело, а око – часть тела, неправильными воззрениями, то ты будешь цельным человеком. А если в душе у тебя одни настроения, смотришь ты в другом направлении, вот такая двойственность, она опасна. Далее Христос говорит о том, какое горе ожидает фарисеев и законников. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришёл и возлёг. Вот сразу может возникнуть вопрос, а зачем тогда Христос ходил к этим фарисеям, зачем он ходил к этим книжникам? Блаженный Феофилак пишет, «Хотя Господь знает недоброжелательство фарисеев, однако ж обедает с ними, потому что они были лукавы и нуждались в исправлении, ибо для того он обедает с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их». Например, и теперь, смотря на неразумные их обычаи умываться перед вкушением пищи, научает, что душа должна быть очищена добрыми делами, так как полоскание водой очищает не душу, а тело. Они безрассудно думали, что через погружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается и душа их. То есть, с одной стороны, Христос не отказывает им в общении, хотя он отлично понимал, как Бог, что они будут отвращаться от Него. Но в то же время были фарисеи, были члены Синедриона, еврейского Сангидрина, которые стали учениками Христа. Это Никодим, прежде всего, который был сначала тайным учеником Иисуса Христа, он был член Синедриона. Это Иосиф Аримофейский, который тоже скрывал свою приверженность Христу, но только когда Христос умер на кресте, они уже открыто стали хлопотать, пошли к Пилату и просили отдать его тело. Фарисей же удивлялся, увидев, что он, то есть Христос, не умыл рук перед обедом. Просто сел и встал обедать. Почему Христос так действует? Разве не надо руки умывать перед обедом? Да нет, ничего плохого в этом нет. Но фарисеи считали, что это самое главное. Не молитва, не благотворение, когда ты за стол приглашаешь еще кого-то. А вот это самое главное – омыть руки. В Талмуде до сих пор мы находим указание, что если человек приходит с базара, с рынка и не омывает руки, на его руках сидят шитим, бесы, шитим, мохнатые. И пока он руки не омоет, эти мохнатые, они не отвалятся. И они считали, что ты можешь и не помолиться, ты можешь там и там баруха не произнести. Обычно перед Эду они молились Баруха, Та, Данай, Логейнум, Мэлэ, Галам, Геомацы. То есть они просили благословения, Гамацына, хлеб. Баруха, Та, Данай, благословенный Господь. И при всем этом самое большое значение имела вода, которая должна была смыть бесов с их рук. И Христос как бы немножко спровоцировал их. Он сел и не омывал рук. Конечно, он знал, что это можно сделать, и ничего плохого в этом не было. Но он же общается с ними, чтобы преподать им какой-то урок. Поэтому он ждал этого вопроса. «Фарисей же, тот, который пригласил в свой дом, удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством». Причем они не просто омывали руки, они это делали в определенном порядке. Насколько я помню, бралась чашка с водою в правую руку, лили на левую, потом лили на правую, и все оставшееся выливали на левую. Или наоборот, здесь я могу немножко напутать. Но этому придавалось такое особое значение. А Христос говорит, «А душа твоя очищается, а как ты сердце свое умываешь? Да, это неплохо, гигиена, чистота, но если это только внешняя чистота, помните, в Новом Завете есть такое понятие, как гробы раскрашенные, внутри зловоние, смрад, а снаружи такие красочные гробы, раскрашенные. И Христос говорит, неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее, то есть Бог творец не только твоего тела, но и твоей души. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто, то есть очищайте себя цедакой, благотворительностью. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Что значит, сие надлежало делать и того не оставлять? Да нет ничего плохого в том, что там руки омывают, нет ничего плохого в том, что они от урожая в отдельности каждого вида урожая отделяли десятину, но при этом надо было выстроить правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем. А на первом месте любовь и милость. А они свою чистоту ритуальную, внешнюю, противопоставляли чьей-то нечистоте. И это их оскверняло. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. И сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы, скрытые, над которыми люди ходят и не знают того, то есть не знают, что внутри этих гробов все уже сгнило. На это некто из законников сказал ему «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Законник – это немножко другая группировка, не как фарисеи. Но он сказал «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимы, а сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избивали отцы ваши. Сим вы свидетельствуйте о делах отцов ваших и соглашайтесь с ними, ибо они избивали пророков, а вы строите им гробницы». То есть одни убили пророков, а другие теперь зарабатывают на посещение этих гробниц. «Потому и премудрость Божия сказала «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитой от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего, горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, то есть они устали сразу спать вопросами провокационными, им неприятно было что-то слушать, они с места начали задавать вопросы, приступать к нему, стали приближаться, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. То есть они переходят в наступление, как некоторые считают, что лучший способ защиты – это атака, хотя Христос приходил к ним в их дома с единственной целью – помочь им обрести путь спасения. Христос приходил в храм Иерусалимский с намерением протянуть им руку помощи, чтобы они поняли, что он ищет для них благо. Собственно говоря, фарисеи, как я часто объясняю, они были самой близкой группой к Иисусу Христу верующих. Христос даже ставил фарисеев в пример в Нагорной проповеди он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. Превзойти – это значит достигнуть их уровня и подняться дальше. А их уровень – это внешнее, внешнее, но нельзя ограничиваться внешним, если через внешнее мы не хотим прийти к внутреннему. Поэтому превзойти праведность книжников не только внешнюю религиозность проявлять, но и иметь глубокие внутренние вероубеждения. И тогда действительно наша праведность, христианская праведность превзойдет их внешнюю праведность. Христос даже признавал их право учить, на что я тоже уже обращал внимание, когда он говорил на Моисеевом седалище, сели книжники, фарисеи, и так все, что они велят вам делать, делайте и соблюдайте. Правда, по делам их не поступайте, они говорят, но не делают. И Христос, когда исцелял людей, куда он их отправлял? Иди покажи священнику. Он не был диссидентом, который ведет какую-то войну в Светхозаветной Церкови. Он спаситель мира. Он пришел прежде всего к ним, к погибшим овцам Дома Израиля, своих пришел спасать, не чужих. Они не были ему чужими. Но мир отверг Христа, как он это делает и сейчас. Мир продолжает отвергать Христа. Христос изгоняется из современной Европы. Распятие Христа выносится из польских школ, немецких школ, а у нас уже давно в школах не было распятия. И мы видим, как политика того же Евросоюза – это вызов миру христианских ценностей. Поэтому очень ценно то, что мы изучаем Святой Евангелие. Очень ценно то, что мы время свободное, именно воскресенье, проводим здесь, а не на рынке, не на базаре. После божественной литургии сидим и рассуждаем о Слове Божьем. Как Христос и говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. Потому что Его Слово достигает нас, и мы вдумываемся в Его Слова с помощью святых отцов. Как Феофилакт это понимал, как Августин это понимал, как это понимали другие отцы. И если мы этим живем, это и есть настоящее насыщение, хлеб насущный. Это не только причастие, но и Слово Божие является хлебом. Как сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Итак, сегодня мы занимались изучением 11 главы Евангелия от Луки. Мы рассмотрели тему о молитве Отче наш, притчу о настойчивом просителе, рассмотрели призыв «Просите и дано будет вам». Мы говорили о тех обвинениях, которые выдвигались против Христа, о том, что царству сатаны приходит конец, и рассматривали другие удивительные притчи и наставления, которые наш Учитель Христос вновь и вновь предлагает нам. Субтитры Христос Продолжение следует...